Комплексная застройка территорий малоэтажными домами. Работники производственной площадки Пензенского управления строительства наглядно показали Олегу Мельниченко в чём преимущество используемых ими технологий. Здесь они проводят предварительную обработку древесины, производят домокомплекты, деревянные оконные конструкции и дверные блоки. Такая деятельность в сельской местности для местных жителей – отличная возможность неплохо заработать. Средняя зарплата получается от 60 до 80 тысяч, если они работают в деревне. Можете представить, что они сегодня могут заработать. И две задачи – организация рабочих мест, второе – очистить лес, а в-третьих – через Министерство строительства внедрить строительство домов для учителей, для продажи, для врачей. Вот именно из этой технологии. Предприятию действует уже более 15 лет. Это производственная база строительного холдинга «Термодом». Его руководство имеет большие планы по развитию социально-экономической инфраструктуры Пензенского района. В частности, имеется в виду строительство мультиформатного жилого комплекса. Малоэтажное домостроение – это очень перспективное направление. Его вводят во все программы. Сейчас федеральные и даже ипотека сейчас распространяется. Ипотека начинает распространяться на малоэтажное домостроение. А, соответственно, малоэтажное домостроение, оно практически по России в зависимости от региона, от 40 и более процентов вадимого жилья. Губернатор подчеркнул, что у людей должна быть альтернатива или, другими словами, возможность своими силами построить собственный дом. В связи с этим он поручил первому заместителю областного правительства Виктору Кувайцеву проработать представленную инициативу и вынести ее рассмотрение на предстоящий архитектурный совет.